Вопрос, который связан со вторым положением наследства дочерей. Говорит, «Мас'ала, тахкик мас'алата л-ирс, или ирсуль бин тэйн лису лютэйн». Говорит доказательство того, что даже две дочери забирают две трети наследства, и не является условием, чтобы их было более двух. «Калебну л-кайм, рахима Аллах». Почему возник вопрос и почему возникло осложнение? Потому что в аяте четко говорится, «Фаинкунна фаукас на тэйни, фалагунна сулиса ма тарак». Если же их больше, чем две, то они получают две трети наследства. Отсюда вышло затруднение. А если их две, тогда сколько из наследства они получают? Смотри, Всевышний Аллах в этом аяте указал на два положения. Указал на два положения дочерей. Если дочь одна, то она получает пол наследства. Потом сказал, «Фаинкунна нисан фаукас на тэйни, фалагунна сулиса ма тарак». А если их больше, чем две, тогда они получают две трети от того, что он оставил. А если их две, сколько? В аяте ничего напрямую не сказано. Из-за этого возникло разногласие и возникло недопонимание. Что делать с двумя дочерьми и сколько наследства ей давать? Кто-то может сказать, почему не сделаем так. Возьмем, допустим, две трети и найдем среднюю часть между двумя третьими и между половиной. Две трети отнимем половину, разделим на двоих, получится наследство кого? Двух дочерей. Почему так не сделаем? Потому что такой доли в Куране вообще не установлено. Так? То есть, доли у нас сколько, мы сказали, установленных? Шесть долей. Это одна вторая, одна четвертая, одна восьмая, две трети, третья, одна шестая. То есть, нет такой доли, которая между две трети и между половиной. Понятно или нет? То есть, ей необходимо дать либо половину, либо две трети. Если мы дадим ей половину, то это будет противоречить какому аяту? Будет начало аяту. Если она одна, тогда ей полнаследство. Тайб, она здесь не одна. Как мы можем дать ей полнаследство? Если мы скажем две трети, тогда внешне противоречит вот этому аяту. А если их больше, чем две, тогда они получат две трети. Про две дочери не сказано ничего. Из-за этого вышла сложность и разногласие. Так вот, правильное мнение в этом вопросе, то, что даже две дочери получают две трети наследства. Сейчас это попытаемся доказать и разобрать. Говорит Ибнол Каим, обратим внимание, практически во всех сложных вопросах наследства приходит Ибнол Каим и дает серьезную, сильную, мощную аргументацию. Где доказывает одно из мнений, сильной аргументации. Так или нет? То есть, сколько мы до этого встречали, будь то Гаррауэйн, или будь то вопрос, другие какие-то вопросы, все время он приходил с чем? С разъяснениями в них. Так вот, опять говорит Ибнол Каим, опять в своей книге А'ламу Ма'ки'ин. Смотри. Говорит, явный контекст Кур'ана, явный аят, указывает на то, что одна дочь получает полно следствия. И также явно контекст заявляет другой о том, что если дочерей больше, чем две, тогда они получают две трети. Говорит Ба'кия Синтан. Остается две дочери. Что делать с ними? И говорит, многие из людей затруднились в понимании того, как Кур'ан указывает на то, сколько же получают две дочери. И сказали, мы даем двум дочерям две трети, исходя из достоверной сунны. Это какой хадис? Хадис Джайбри ибн Абдилля, относительно истории дочерей Саада ибн Ар-Рабиа. Но, как мы сказали, в этом хадисе есть слабость. То есть, как таковой он, единственный хадис, может не дойти до уровня годного вдовод. Так. Говорит, уахада Таифа, а некоторые из других ученых сказали Билиджма. Это по единогласному мнению. Заранее скажем то, что разногласие в этом вопросе передается от ибн Аббаса. То есть, больше от сподвижников ни от кого это разногласие не передается. И обратим внимание то, что от ибн Аббаса часто передается разногласие в таких сложных, известных вопросах. Помните или нет, какой бы ни разбирали, везде противоречен остальным, кто ибн Аббас в вопросах наследства. Тут тоже от него передается в этом вопросе разногласие. Он не дает двум дочерям две трети. Своили или нет? Но запишите у себя то, что от ибн Аббаса это не пришло с Иснатом. Это пришло от Ибн Аббаса, но без Иснада. Поэтому разногласия в этом вопросе не установлены. Поэтому Ибн Аль-Каим говорит то, что некоторые из ученых сказали, что в этом вопросе есть Ижма, единогласное мнение. Говорит, «Ва калат таифа бил кияси аля лухтейн». А другая группа ученых сказала, «Мы даем двум дочерям две трети, как аналогия на две сестры». То есть две сестры в Кур'ане пришло указание на то, сколько берет наследство две сестры. Сказано, что две сестры берут две трети наследства. Пришли ученые и сказали, если две сестры берут две трети наследства, то тем более две дочери покойного, которые ближе к покойному, чем эти сестры, должны брать не меньше этого. А это две трети наследства. Почему не скажем, что дочери раз ближе, чем сестры, а сестры берут две трети наследства, почему дочерям не дадим больше этого? Сказали, потому что в Кур'ане сказано, что дочерей даже если больше, чем две, три, четыре, пять и так далее, они берут только две трети. Значит, две не могут взять больше, чем две трети. Максимум, сколько можем мы им дать, две трети. Поэтому провели аналогию на кого? На сестер. Сказали сестры дальше, вот, покойного берут две трети наследства, если их две, если их две сестры. Тем более, если их две дочери, а дочери ближе к покойной и больше заслуживают наследства от него, они должны получить не менее, чем две трети. Ясно? То есть, смотри, пришел Ибнур Каим, что у нас говорит из того, что мы прочитали? Говорит, получилось у нас три ситуации. Если дочерей одна, Куран ясно говорит, сколько она получает, полна следства. Если дочерей больше, чем две, три, четыре, пять, десять и так далее, то опять Куран ясно говорит, сколько они получают наследства. Две трети на всех, потом делят поровну. Но, если дочерей две, ничего не сказано. Говорит, поэтому ученые затруднились в этом вопросе. Некоторые сказали, что две дочери получают две трети наследства. То есть, это практически все говорят, кроме Ибн Аббаса, и то от Ибн Аббаса, это недостоверно. То есть, ученые говорят, две дочери получают две трети наследства. Но, когда я спрашиваю, а какой Далиль, какой на это довод? Они, некоторые из них говорят, что Далиль на это, вот этот вот хадис. «Джайбри ибн Абдельда относительно истории двух дочерей с Ада ибн Рабиа. Но, как мы сказали, в нем есть слабость». Некоторые сказали единогласное мнение на это. Как мы сказали, единогласное мнение также портится, чем противоречие ибн Аббаса, даже если оно достоверно от него не установлено. Ибн Кудама, как у нас придет далее, указал на то, что это разногласие шаз, то есть отколотое, которое не принимается во внимание. В принципе, можно с натяжкой сказать, что в этом вопросе есть единогласное мнение. Так, если не принимать во внимание то, что передается от ибн Аббаса без Иснада. И некоторые сказали, ей дается две трети наследства, как аналогия на кого на двух сестер. То есть, говорят, в Коране указано про наследство двух сестер, а про двух дочерей ничего не сказано. Всевышний Аллах специально о них умолчал, чтобы мы сделали каяс на две сестры. Своили или нет? Исходя из аргументации, которую мы приводили выше. Видишь? Потому что, смотри, Всевышний Аллах указал на то, сколько берет наследство две сестры. И не указал на то, сколько наследства берут сестры. Противоречие кому? Противоречие дочерям. А про дочерей наоборот. Сказал и указал на то, сколько много дочерей берут наследство. А про двух дочерей не сказал ничего. Усвоили или нет? Значит, сестрами и дочерями получилось что? Переплетение. А относительно сестер, Всевышний Аллах указал на то, сколько берут наследство две сестры. Но не указал на то, сколько наследства берут три сестры и выше. Ничего про них, про это не сказал. Что касается дочери, наоборот, сказал, что больше чем две дочери берут две трети, а про две дочери ничего не сказал. Поэтому ученые пришли и сделали Каяз аналогию одного на другого. У дочери взяли то постановление, которое имеется относительно нее, и поставили его на сестру, то есть спроектировали его на сестру, а у сестры, которая постановление есть, взяли и перенесли куда? На дочь. Это называется, чем говорит Каяз? Называется аналогией. Видишь, говорит, говорят ученые, что мы взяли постановление каждой из сестер или дочерей о том, что сказано о них, и перенесли на противоположную сторону в том, что о них умолчано. У сестры взяли о том, что сказано, перенесли на умолчанное относительно дочери. А дочери, что сказано, взяли и перенесли на умолчанное относительно сестры. Говорит, нам этот Каяз, аналогия является довольно сильной в этом вопросе. Другие же сказали, другая группа ученых сказала, нет, мы это берем прямо из Курана. Не нуждаемся в аналогии на сестер. А потом начали разногласить, а как это берется из Курана? Так, то есть целая группа сказала, берется непосредственно из Курана. Потом начали разногласить, а как конкретно из Курана берется? Узкая группа из них сказала, мы это взяли из слов Всевышнего. Смотри, говорит Всевышний, Аллах оставляет вам завещание или завет относительно ваших детей. Две дочери получают столько, сколько получает один сын. Видишь? Ведь если мы, у нас останется один сын, упокойная одна дочь. Сын сколько заберет? Две трети наследства. А дочь сколько заберет? Одну треть наследства. Отсюда становится понятно, сколько заберет две дочери наследства. Две дочери наследства сколько заберут? Одна третья, одна треть, получится как раз две трети. Кто-то может сказать, как так? Мы же говорили, что дочь не берет одну треть, дочь берет половину. Мы говорили, она берет половину, если с ней нет брата. В данном случае с ней есть брат. А брат, мы говорили, забирает его куда она-то осып. Понятно или нет? То есть брат здесь в данном случае вредит дочери. Если бы не он, она бы взяла пол наследства. Но он появился, он забрал ее к себе, с собой забрал, и отдал ей только треть наследства, а себе забрал две трети наследства. Усвоили или нет? Так, отсюда взяли, говорит, раз если мы оставим только сына и только дочь, то есть брата и сестру между собой, так, то сын заберет две трети наследства, а одной дочери останется треть. Отсюда берется, что две дочери должны забрать сколько? Две дочери должны забрать две трети. Так, умножается на два. Говорит, «Вакалатаифа» – это первая узкая группа, так-так вывела из Кур'ана, сколько получают две дочери. Другая группа сказала, если одна дочь вместе с братом, то есть имеется в виду с сыном покойного, получает треть наследства, а не четверть, то чтобы ей досталась треть вместе с другой сестрой, то есть другой дочерью покойного, говорит, она этого заслуживает еще больше, чем с братом. Понятная аргументация? Смотри, покойный скончался, остался у него сын и дочь. Сын и дочь. Дочь, говорит, вместе с сыном. Сын сильнее или дочь сильнее? Сын сильнее. Дочь, говорит, с сыном забрала сколько? Треть забрала. Забрала треть наследства. Тайпаэси, говорит, останется, то есть скончается покойный и останется дочь-дочь. Тем более, говорит, с другой дочери она должна взять не меньше трети. Даже если с сыном она берет треть, то с дочери она должна взять не меньше трети. Вывели также из этого аята. Говорит далее. Это, говорит, что указание. Что такое танбих? Помните или нет? Танбиху аль-има. Что такое танбиху аль-има? То, что понимается из контекста. Это говорит обращение внимания аятам, то есть как тебе аят обращает твое внимание с более низкого на более высокое. Говорит, а другие сказали, мы это взяли со слов Всевышнего, если она одна, то ей полно следствия. Видишь, Всевышний Аллах ограничил и сказал, что полно следствия дочери берут, только в том случае, если дочь одна единственная. Отсюда берется и понимается, что полно следствия дочь получает только тогда, когда она одна. То есть неправильно говорить, что две дочери тоже получают полно следствия. Ясно? Потому что Всевышний поставил ясное условие. Если она одна, тогда она берет полно следствия. Говорит далее. Если же вместе с ней есть такая же, как она, то есть вторая дочь, либо она понизит ее с половины на еще ниже, а это невозможно. Говорит, или же они обе будут получать по полно следствия. А это удаляет у нас пользу от слов Всевышнего. Если она одна, тогда она получает полно следствия. Говорит. И превращает это аят или вот эту фразу в пустословие. А это ведь тоже невозможно относительно Всевышнего Аллаха. Поэтому остается не что иное, как третье. А это переход одной доли на более высшую долю. А это с половиной на две трети. Вот эти вот аргументации усвоили или нет? Как они берутся из книги Всевышнего Аллаха. А. «Говорит». Более правильное мнение в этом вопросе – мнение большинства ученых. Как мы сказали, большинство, если бы было установлено противоречие от Ибн Аббаса. Но противоречия от Ибн Аббаса в этом вопросе не установлено. Говорит. И правильным является мнение большинства ученых. То, что две дочери, а также выше этого, то есть три-четыре дочери и так далее, все они получают две трети наследства. То есть на всех, делят на всех поровну. И говорит, в этом вопросе не противоречил никто, кроме Ибн Аббаса. Сознательно, это вы уже сделали примечание. Сказал Ибн Аббаса, говорит, ученые сошлись на иногласном мнении на том, что фарт, то есть доля двух дочерей, это две трети наследства. Кроме отколотого риваята от Ибн Аббаса, о том, что доля двух дочерей полна следства. От Ибн Аббаса передается приведение в довод вот этого вот аята. Если же их больше, чем две, тогда они получают две трети. Он сказал, а здесь не больше, чем две, только две. По какому праву мы им даем две трети наследства? Усвоили, говорит, Потому что из этого отрывка понимается, что если дочерей меньше, чем три, то они не получают две трети. Но правильным в этом вопросе является мнение подавляющего большинства ученых. Значит, правильное мнение какое? То, что даже две дочери получают две трети наследства. Но с каким условием? Чтобы вместе с ними не было брата, то есть, чтобы у покойного не было сыновей. Если у покойного есть сыновья, то дочери переходят с конкретной доли на что? На тасып. И начинают наследовать без конкретной доли. А что они наследуют? Все, что осталось от тех, которые заберут конкретные доли, а потом остаток они разделят сын и дочери, то есть, братья и сестры, которые друг другу приходятся. Мужчина заберет в два раза больше, чем женщина. Говорит, Что касается тех, которые сказали, что две дочери получают лишь полно следства, то их слова опровергаются сразу с нескольких столов. Значит, сейчас приступаем к чему? Приступаем к разъяснению неправильности мнения о том, что две дочери получают только полно следствия, а не две трети. Говорит, это является отвергаемым сразу с нескольких сторон. Говорит Аль-Авваль, во-первых, 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 говорит то, что Всевышний Аллах дал половину только одной дочери, а не двуми, не трём и так далее. Как Всевышний сказал, Если же она одна, то она получает полно следствия. Это, говорит, условие, под которое подвешена вот эта вот доля, а это полно следствия. И, говорит, установлено в науке усолю фех, то, что если два мафхума противоречат друг другу, то отдаётся предпочтение чему? Более сильному мафхуму, то есть более сильному пониманию из аята. То есть какое в данном случае понимание? Если она одна, то она получает полно следствия. Отсюда понимается, что если их две, они уже не будут получать полно следствия, а должны получать больше этого. А какой второй мафхум, который противоречит этому мафхуму? То понимание, которое берётся из другого, отрывка этого аята. Фейн-Кунна Аксара, Фейн-Кунна Нисаан Фокасна Тэни, Фэлеонна Солю Са Матарак. Если же они женщины больше, чем двух, больше, чем две, три, четыре дочери, то они получают две трети. Отсюда получается, что если их не больше, чем две, а только две, то они не должны получать две трети. Видишь, два понимания, что делают, противоречат друг другу. Говорит, и установлено в науке Усулин Фех, то, что если два понимания противоречат друг другу, то отдаётся предпочтение самому сильному пониманию из двух. Говорит, И известно, говорит, то, что мафхум, который понимается из условия, сильнее, чем тот мафхум, который понимается из зарфа. То есть из указания на какое-то место, или на какое-то время, или на какое-то количество. Как это понять? Вот смотри, если мы возьмем вот этот аят. Если она одна, тогда получает полное следство. Здесь мафум какой? Мафум шарт. То, что понимается из этого обуславливания. Здесь Всевышний Аллах обуславливает. Если она одна, тогда она получает полное следство. Отсюда понимается, что если она не одна, то она не получает полное следство, а получает что-то другое. Это как называется? Мафум шарт. Говорит, вот этот Мафуму Шарт сильнее, чем Мафуму Зварф, который имеется в другом отрывке. Что за другой отрывок? Говорит, Если их больше, чем две, то они получают две трети из того, что он оставил, то есть из того, что оставил покойный. Где здесь Зварф? Где здесь указание на количество или на, точнее не количество, а что, на превышение или на место. Всевышний сказал, Фолка, выше, если их выше, чем две, если их больше, чем две. То есть это указание на больше, на большинство является чем Зварфом. Это тоже Мафум, из него понимается, что если их не больше, чем две, а только две, например, то они не должны получать две трети. Так вот, говорит, Мафуму Шарт ставится перед и отдаются ему предпочтения перед Мафуму Зварф. Это усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. Говорит, Ассани, второй момент, почему это мнение является неправильным, Потому что сам пророк, салаллаху, явно заявил о том, что две дочери забирают две трети наследства. Как это пришло в хадисе Джабри ибн Рабиа, как мы это уже приводили ранее. Ассалис, третье, опровержение этому мнению. Что за мнение опровергаем? То, что бабушка получает две трети или сколько? То, что две дочери получают только полное следствие. Это мы сейчас пытаемся опровергнуть. Ассалис, третья сторона опровержения. А что касается их слов, они говорят, а какая тогда польза от этих слов Всевышнего? Почему он сказал, если их больше две? Почему он тогда не сказал, если их две или больше? Так нельзя было, что ли, так сказать? Почему он сказал, а если их больше, чем две? Какая тогда от этого польза? Говорит, то есть, приверженцы вот этого мнения о том, что две дочери берут только полное следствие, что сказали, какая тогда польза от этих слов, если постановление не касается только тех дочерей, которых больше, чем две, а касается даже тех, которых две. Тогда какой смысл, говорит, если их больше, чем две, тогда они получают две трети. Если даже две получают две трети. Понятна аргументация или нет? Говорит, камакал ибнанкайм или фаюкаль, тогда мы ему ответим так, как ответил ибнанкайм. Он сказал, лихусни тартибль калям, ватаалифи. Это, говорит, из-за, для того, чтобы достичь благого порядка слов. И говорит, в арабском языке необходимо совпадение внешних слов, то есть, нормальных слов, с чем? С местоимениями. Говорит, и здесь для необходимости совпадения было сказано таким образом. Фаинну субханну лукаль. Смотри, Всевышний Аллах сказал. Всевышний Аллах оставляет завет относительно ваших детей. Слово ауля дикум пришло в чем? Пришло во множественном числе. Дальше. Лиззекари мисл хазалун саин. Мальчик получает как две дочери. Фаинкунна нисаан фау хаснатени. Если их будет больше, чем две, то есть, дочери будут женщинами больше, чем две. Фа лагунна. То им, во множественном числе местоимения гунна. Сулю са ма тарак. Две трети того, что оставил покойный. Смотри. Фаббамир фи кунна. Видишь, местоимение в слове кунна. Фаинкунна. Если они. Мажму ютабил аля улят. Пришел во множественном числе. Почему пришел, говорит, во множественном числе? Чтобы совпадать с чем? Со множественным числом слов аулят. То есть, дети. Говорит. Фаинкан аля улят нисаан. Фазекара лавз аля улят вау аджама. Потому что даже если дети будут дочерьми, то необходимо упомянуть слово аля улят тоже во множественном числе. Ва ламир кунна. Ва ламир у джама. Ва ниса и сму джама. Видишь, поэтому. Раз всевышний Аллах в начале аята сказал аулят, дети, приведя это во множественном числе, далее он все приводит во множественном числе. Приводит. Дамир какой? Кунна. Если их будет. Потом говорит. Нисаан. Если они будут женщинами. Так во множественном числе. Фа лам я кун буд мин фо хас на тыль. Поэтому, говорит, не остается ничего, кроме сказать фо хас на тыль. Больше чем две. Потому что две не являются множественным числом. Таев говорит. Ва калил имам аш-шанкити. И сказал имам аш-шанкити. То есть в своем тафсире. Адва аль-баян. Фа инкила. Фа маль фаеда фи лавза. Фа у ка снатейн. И да канат али снатан казалика. Если же нам кто-то скажет. Тогда какая польза от этой фразы Всевышнего Аллаха. Если же их больше чем две. Говорим. Есть ли постановление двух такое же. Что и эти, и эти получают две трети. Какая тогда от этого польза? Фа лжаваб мин аучхейн. Говорит имам аш-шанкити. Тогда ответ на это с двух сторон. Аль-оуаль. Первый ответ. Ана хукм али снатейн. Ухеда мин каулии кабляху. Потому что говорит. Постановление двух дочерей. Берется из того что было раньше. Лиза кари мислю хаззилан саейн. То что мальчик получает наследство двух дочерей. Ва каулиу фа у ка снатейн. Танцис аля хукми салас фасаидан. А слова Всевышнего Аллаха. Если их больше двух. То говорит это. Заявление о том. Сколько получают наследство. Три дочери и выше. То есть имам аш-шанкити хочет сказать. Здесь Всевышний Аллах сказал. Фа у ка снатейн. Если их больше чем две дочери. Сказал. Почему сказал. Если их больше чем две дочери. Потому что говорит. О двух дочерях. Уже речь шла ранее. То что мальчик получает как две дочери. Поэт говорит. Ассани. И вторая польза от этого. Анна лавзат фа у ка. Зукер от ли и фада. То что Всевышний Аллах упомянул. Что дочери больше чем две. Получают две трети. Для того чтобы принести этим пользу какую. Анна лбанат ла язидна аля сфу люсейн. Валю балага ададу гунна мабалаг. То что дочери. Не получают наследство больше чем две трети. Сколько бы их ни было. Видишь. Всевышний Аллах упомянул. Что сказал. Если их больше двух. 50 дочерей это больше двух или нет. Больше двух. 10 дочерей больше двух. Больше двух. 15 тоже больше двух. Видишь. Из этого краткого слова. Ты понимаешь. Что сколько бы дочерей не было. Больше двух. Они не добавляются к двум третям. Чтобы когда мы узнали. Что две дочери получают две трети. Чтобы кто-то не подумал. Так. Раз две дочери получают две трети. Значит три дочери получают все наследство. Потому что две дочери получают две трети. Каждая по одной трети. Значит третьей дочери мы должны дать еще одну треть. И получат что они заберут все наследство. Вот чтобы такого люди не подумали. И не ошиблись в этом. Всевышний Аллах упомянул Аталя. Привел вот это вот указание. Что если дочери больше чем две. А это 3, 4, 5, 6, 10, 20 и так далее. То все они получают всего лишь две трети на всех. Как бы их много не стало. Больше чем две трети дочери наследство не забирают. Это вопрос ясен или нет? Это, иншаллах, вопрос ясен. Значит, в этом вопросе разобрали что? Разобрали доводы на то, почему две дочери получают две трети наследства, а не меньше этого, то есть не половину. И ответили некоторыми видами опровержения кому? Тем, которые сказали то, что две дочери получают лишь половину наследства. Теперь третья ситуация. Какая тогда польза от этих слов, если постановление не касается только тех дочерей, которых больше, чем две, а касается даже тех, которых две? Тогда какой смысл, если их больше, чем две, тогда они получают две трети? Если даже две получают две трети? Понятна аргументация или нет? Говорит, тогда мы ему ответим так, как ответил Ибн Ул-Каим. Он сказал, это говорит, для того, чтобы достичь благого порядка слов. И говорит, в арабском языке необходимо совпадение внешних слов, то есть нормальных слов, с чем? С местоимениями. Говорит, и здесь для необходимости совпадения было сказано таким образом. Смотри, Всевышний Аллах сказал, Всевышний Аллах оставляет завет относительно ваших детей. Слово Ауля Дикум пришло в чем? Пришло во множественном числе. Дальше. Мальчик получает как две дочери. Если их будет больше, чем две, то есть дочери, будут женщинами больше, чем две, то им, во множественном числе, местоимения Гунна, Су-Лю-Са-Ма-Тарак, две трети того, что оставил покойник. Смотри, Фа-Бамир-Фи-Кунна, видишь, местоимения в слове Кунна, Фа-Ин-Кунна, если они, МА-ЖМО-Ю-ТАБИК АЛ-УЛЯТ, пришел во множественном числе. Почему пришел, говорит, во множественном числе? Чтобы совпадать с чем? Со множественным числом слов Аулят, то есть дети. Говорит, Фа-Ин-Кан АЛ-УЛЯТ НИСААН, ФА-ЗАКРАЛЛАВЗ АЛ-УЛЯТ ВАГУ АДЖМА, потому что даже если дети будут дочерьми, то необходимо упомянуть слово АЛ-УЛЯТ тоже во множественном числе. ВАЛ-ВАМИР-Кунна, ВАЛ-ВАМИР-УДЖМА, ВАН-НИСА, ИСМУДЖМА. Видишь, поэтому, раз Всевышний Аллах С.П. в начале аята сказал АУЛЯТ, дети, приведя это во множественном числе, далее он все приводит во множественном числе. Приводит Дамир какой? Кунна, если их будет. Потом говорит НИСААН, если они будут женщинами, так во множественном числе. ФА-ЛАМЬЯ КУН БУД МИН ФОКОС НАТЭЙН. Поэтому, говорит, не остается ничего, кроме сказать ФОКОС НАТЭЙН. Больше, чем две. Потому что две не являются множественным числом. Таев говорит, ВАКАЛИ ЛИМАМ АШ-ШАНКИТИ, и сказал имам АШ-ШАНКИТИ, то есть в своем Тафсире АДВА АЛЬБАЯН, ФАИНКИЛА ФАМАЛ ФАЙДА ФИЛАВЗА ФАУКОС НАТЭЙН. ИДАКАНЕТ АЛЬСНАТАН КАЗАЛИКА. Если же нам кто-то скажет, тогда какая польза от этой фразы Всевышнего Аллаха, если же их больше, чем две? Говорим, есть ли постановление двух такое же, что и эти, и эти получают две трети? Какая тогда от этого польза? Говорит имам АШ-ШАНКИТИ, тогда ответ на это с двух сторон. АЛЬ-ОВАЛЬ первый ответ. АЛЬ-ОВАЛЬ первый ответ. АЛЬ-НАХУКМ АЛЬСНАТЭЙН УХИДА МИН КАУЛИИ КАБЛАГУ. Потому что, говорит, постановление двух дочерей берется из того, что было раньше. ЛИЗ-ЗАКАРИ МИСЛЮХАЗДИЛУН САЕЙН. То, что мальчик получает наследство двух дочерей. ВАКАУЛИУ ФАУКОС НАТЭЙН ТАНСЫС АЛЬ-ХУКМИ САЛАС ФАСАЙДАН. А слова Всевышнего Аллаха, если их больше двух, то, говорит, это заявление о том, сколько получают наследство три дочери и выше. То есть, имам Шанкт-Петя хочет сказать, здесь Всевышний Аллах сказал, если их больше, чем две дочери. Сказал, почему сказал, если их больше, чем две дочери. Потому что, говорит, о двух дочерях уже речь шла ранее. То, что мальчик получает, как две дочери. Поэт говорит, Хасани, и вторая польза от этого, АННАЛЛАВЗАТФУКА ЗУКИРАТ ЛИИФАДА. То, что Всевышний Аллах упомянул, что дочери больше, чем две получают две трети. Для того, чтобы принести этим пользу какую? АННАЛЛАВЗАТФУКА ЗУКИРАТ ЛИИФАДА. То, что дочери не получают наследство больше, чем две трети. Сколько бы их ни было. Видишь, Всевышний Аллах упомянул, что сказал, если их больше двух. 50 дочерей это больше двух или нет? Больше двух. 10 дочерей больше двух? Больше двух. 15 тоже больше двух. Видишь, из этого краткого слова ты понимаешь, что сколько бы дочерей не было больше двух, они не добавляются к двум третям. Чтобы когда мы узнали, что две дочери получают две трети, чтобы кто-то не подумал. Так, раз две дочери получают две трети, значит три дочери получают все наследство. Потому что две дочери получают две трети, каждая по одной трети, значит третьей дочери мы должны дать еще одну треть и получат, что они заберут все наследство. Вот чтобы такого люди не подумали и не ошиблись в этом, Всевышний Аллах Ахану Аталя привел вот это вот указание, что если дочерей больше чем две, а это три, четыре, пять, шесть, десять, двадцать и так далее, то все они получают всего лишь две трети на всех. Как бы их много ни стало, больше чем две трети дочери наследство не забирают. Это вопрос ясен или нет? Это иншаллах вопрос ясен. Значит в этом вопросе разобрали что? Разобрали доводы на то, почему две дочери получают две трети наследства, а не меньше этого, то есть не половину. И ответили некоторыми видами опровержения кому? Тем, которые сказали то, что две дочери получают лишь половину наследства. Так, теперь третья ситуация. Они не добавляются к двум третям. Чтобы когда мы узнали, что две дочери получают две трети, чтобы кто-то не подумал. Так, раз две дочери получают две трети, значит три дочери получают все наследство. Потому что две дочери получают две трети, каждая по одной трети, значит третьей дочери мы должны дать еще одну треть. И получат, что они заберут все наследство. Вот чтобы такого люди не подумали и не ошиблись в этом, Всевышний Аллах Ахану Аталя привел вот это вот указание, что если дочерей больше чем две, а это три, четыре, пять, шесть, десять, двадцать и так далее, то все они получают всего лишь 2 трети на всех. Как бы их много ни стало, больше чем 2 трети дочери наследства не забирают. Это вопрос ясен или нет? Это, иншалла, вопрос ясен. Значит, в этом вопросе разобрали что? Разобрали доводы на то, почему 2 дочери получают 2 трети наследства, а не меньше этого, то есть не половину. И ответили некоторыми видами опровержения кому? Тем, которые сказали то, что 2 дочери получают лишь половину наследства. Теперь третья ситуация. А не меньше этого, то есть не половину. И ответили некоторыми видами опровержения кому? Тем, которые сказали то, что 2 дочери получают лишь половину наследства. Теперь третья ситуация. Половину наследства. Теперь третья ситуация.